Но начнем мы с другого сообщения. Шестилетняя девочка пострадала сегодня в ДТП в Иркутске. Картина, которую увидели очевидцы, аварии была не для слабонервных. Покорежный автомобиль, кровь, детские туфельки. Сохранить спокойствие в такой ситуации трудно. Но нашей съемочной группе удалось выяснить все подробности происшествия. Эта авария отправила в больницу сразу троих. Отца с шестилетней дочкой и еще одного мужчину. Все они ехали в этом грузовике. Если бы удар пришелся чуть правее или левее, могли бы быть погибшие. Вполне возможно, что все, кто ехал в машине, не были пристегнуты ремнями безопасности. На самом деле, глядя на салон, складывается ощущение, что ремней здесь вообще не было. Крепления, где они должны быть, вообще абсолютно пустые. Ремни помогли бы избежать таких серьезных травм. Наиболее серьезные повреждения получил водитель авто. Его зажало в искорюженном салоне. У девочки травма головы и, скорее всего, сотрясение. У ее отца переломы. Помощь спасателей приехала буквально через минуту после сообщения об аварии. Ведь в 100 метрах от места ДТП находится пожарно-спасательная часть. Большой плюс, что быстро и оперативно сработано. У девочки обнаружено ушиб лица, то есть у нее зубы были выбиты. У водителя был открытый перелом ноги и также черепно-мозговая травма. И у второго мужчины были сломаны ключицы и пальцы рук. Врачи сейчас делают все, чтобы пострадавшие как можно быстрее оправились после аварии. Полицейские же начали расследование. Им предстоит разобраться, была ли машина технически исправна и был ли водитель в момент аварии пьян. Сейчас удалось выяснить только предварительные причины столкновения. Со слов очевидцев, водитель Исузуэльф, двигаясь по улице Академической, не справился с управлением своим транспортным средством. Допустил наезд на бордюр. В дальнейшем столкновение со свидетельной опорой. Но какой бы в итоге ни оказалась причина аварии, факт остается фактом. Это ДТП стало очередным дорожным происшествием, в котором пострадали дети. За выходные в больницы региона после аварий попали 4 ребенка. Павел Марчуков, Михаил Глызин. Новости по будням. Субтитры создавал DimaTorzok